Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих садоводов и огородников. Сегодня я снимала видео о уходе, о том, как я после пикирования рыхлю свои маленькие сеянцы, как я их опрыскиваю. Я обещала рассказать, какими средствами можно опрыскивать растения вот в таком раннем-раннем возрасте. Именно сейчас, в самом раннем возрасте, когда они еще слабые и беззащитные, мы должны их поддержать и проводить опрыскивание или полив, который будет повышать их иммунитет. Я рассказывала, что я сегодня опрыскивала их HB101, на котором написано стимулятор роста и активатор иммунной системы. Вот эти опрыскивания на ранних сроках нужно делать именно за тем, чтобы повысить иммунную систему, повысить сопротивляемость к заболеваниям. HB101 раз в неделю, 2 капли на литр, прекрасное опрыскивание. Можно выбрать в магазине любое средство, которое для этого предназначено. Например, амулет, активатор корнеобразования и роста. Написано. Улучшает приживаемость, особенно после пикировки хорошо. Повышение устойчивости к болезням и вредителям. Чередовать полив и опрыскивание 1 таблетка на литр воды. Опрыскивание это очень экономичное средство ухода. Дальше также энерген, природный стимулятор для опрыскивания и полива растений. Тоже написано, сколько там, энерген для полива рассады. Одну капсулу на литр тоже на литр разводить и можно все посевы сразу. Вот это энерген в капсулах, есть энерген в капельках. Также 2 капельки на... Ну там все по инструкции, я не буду каждую читать. Я просто принцип вам рассказываю, принцип работы. Берете любой стимулятор роста, любой вот индуктор, как написано, индуктор болезни устойчивости, циркон, эпин. Все они подходят для опрыскиваний. Раз в неделю, вот зимой, сейчас, когда некомфортные условия у рассады, нужно обязательно их опрыскивать. И даже не столько полив важен, сколько вот это опрыскивание. Потому что поливать мы часто не можем, переувлажнять землю в лотках нельзя. А спрыснуть раз в неделю никто не запрещает. Это и повысит влажность воздуха рядом с растениями, у них микроклимат улучшит. И вот эти, которые повышают иммунитет средства через листья, как внекорневая листовая подкормка будет у вас произведена. Долго рассказывать мне некогда, я сейчас обрабатываю все свои посевы. Но я показывала, что я обрабатывала после пикировки. Но их можно и до пикировки обрабатывать. И на всех, почти на всех написано, что вот такие обработки, внекорневые опрыскивания, нужно начинать, когда появится один настоящий листик. Как только у вас доросла рассада, вот один-два настоящих листа, начинайте, ну по мере возможности, если есть возможность, раз в 7-10 дней спрыснуть листики питательными растворами, стимуляторами роста, которые очень укрепят здоровье ваших растений, помогут получить вам крепкую рассаду, к которой не прилипнет ни черная ножка, ни корневые гнили. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Заходите ко мне в группу «Огородная азбука» Ольги Черновой. Сейчас размещаю очень много статей, как правильно сеять перец, все пошагово, все фото, все прошлогодние видео о посеве петунии, гацани, гайлардии. Все есть в группе. Потому что на странице в «Одноклассниках» я не могу принять более 5000 человек. 5000 друзей у меня уже есть, остальные остались у меня как за бортом. Вот теперь в группе неограниченное количество людей могут добавиться в группу и получать все мои материалы в тот же день, когда я снимаю или печатаю статью. Все. Всем удачи!